на мой взгляд одна из ярких новостей вот недавних которые которым не было уделено должного внимания это событие заключается в том что amazon начал продавать авиабилеты в индии то есть пока речь идет только о внутренних индийских рейсах но тем не менее ситуация чрезвычайно интересная поскольку вот то о чем уже много говорят разные люди что возможно крупнейшие айти гиганты выйдут на рынок продажи авиабилетов вот мы видим что это наконец уже начало воплощаться да мне кажется что это очень важная новость и тестовая площадка в качестве индии то есть внутри индийские маршруты выбрана как мне кажется не случайно это довольно большой и хорошо регулируемый рынок это рынок полномасштабно присутствует английский язык то есть это не страна с редким языком и это действительно территория которая может быть использована для такого широкомасштабного тестирования этого продукта но я хотел бы сказать что помимо того что amazon действительно знает о своих очень и очень многочисленных клиентов больше чем все остальные сервисы вместе взятые мне кажется что это действительно может быть началом куда более серьезного процесса потому что для компании такого масштаба и таких амбиций вообще не представляет никакой сложности организовать и собственно перевозчики процесс но и здесь опять же понятно то есть тот кто владеет продажами тот владеет перевозкой да и в этом смысле конечно же индия тоже достаточно интересный в этом плане рынок потому что там ну условно говоря несложно организовать авиакомпании в каком смысле что рынок то недостаточно заполнен то есть там явный дефицит авиаперевозчиков и там вполне есть где развернуться я бы еще хотел добавить вот по поводу знания клиентов вот это мне кажется тоже принципиально важная вещь сейчас тоже много в отрасли воздушных перевозок и дистрибуции авиабилетов говорят про то что клиента необходимо знать и необходимо предложить ему персонифицированное сделать его персонифицированное предложение но при этом когда человек ну абстрактный человек идет в мета-поисковик то есть он еще даже не на сайт авиакомпании идет а он идет мета-поисковик искать какие тут есть билеты то в этот момент никто о нем ничего не знает и поэтому очень трудно вообще что-то ему предложить потому что предлагать неизвестно кому поэтому приходится вот идет вот это стандартное предложение где конкуренция по ценам и так далее он идет покупать билеты в амазон и точно так же как он допустим идет что-то покупать для себя ну там допустим дешевые или подходящие в амазоне он точно так же идет там покупать авиабилеты и передам действительно поскольку там уже есть его профиль известно что он покупает за какие суммы и так далее и так далее действительно amazon знает про этого покупателя очень много и поэтому такая система продаж может оказаться действительно гораздо более эффективны чем все так сказать до сих пор существующие я абсолютно согласен и я просто хотел бы напомнить что amazon давно уже не сервис по продаже товаров то что они поставляют своим подписчикам далеко выходит за пределы продажи товаров потому что это и музыкальный контент это видео контент это продукты и огромное количество сопутствующих сервисов и они действительно знают о своих клиентах почти все будем следить конечно как эта новость будет развиваться как это событие потому что с одной стороны можно вспомнить что была некоторое время назад попытка выйти на американский рынок у амазона с продажей бронирование гостиниц и там вроде как он этот сервис прикрыл по прошествии времени но здесь ситуация совершенно другая потому что здесь совершенно другой рынок и совершенно другой продукт поэтому вполне вероятно что мы становимся свидетелями вот такой тихо начинающийся но глобальной революции в области перевозок которая началась так начинается вот ну вроде бы далековато от нас вроде бы как то так понемногу но тем не менее ее последствия могут оказаться глобальными для всего мира